Продолжение следует... По его словам, эту позицию единодушно поддержали все присутствовавшие на встрече министры и также единогласно было решено полностью заморозить отношения с Россией и прекратить совместные проекты. Более того, было принято решение укрепить обороноспособность стран, прилегающих к России. Все прибалтийские республики выразили готовность принять у себя больше натовских самолетов и другой техники. Сейчас НАТО очень серьезно смотрит на то, как, конечно, тоже обеспечить безопасность всех стран-членов НАТО. Так что здесь мы первые шаги уже видим. Например, что касается безопасности воздушного пространства, например, стран Бальти, в том числе Эстонии, то здесь уже некоторые страны НАТО заявили ясно, что они будут добавить еще самолетов для этой миссии. Например, Франция, Германия, Великобритания, Дания, Португалия. Я уверен, что таких стран будет еще больше. Уже сейчас вместо обычных четырех истребителей военно-воздушных сил США, Балтийское воздушное пространство патрулирует 10 самолетов. Кроме того, готовность направить дополнительные самолеты выразили Великобритания, Дания, Португалия, Франция и Германия. По словам Паэта, точное количество самолетов, необходимых для охраны и патрулирования воздушного пространства Эстонии, еще выясняется. Что же касается Крыма, то позиция Эстонии остается непреклонной. Нормально было бы, что действительно Крым и де-факто продолжается быть территорием Украины. Ведь еще раз, все, что пока произошло с Крымом, это никак не соответствует международные принципы и конвенции и так далее. Так что, все-таки для деэскалации ситуации, все-таки надо делать нормальные шаги тоже с Крымом, чтобы все это, что произошло в течение последних недель, это просто не акцептировано. В данном случае Альянс...